добрый пятница друзья не добрый пятница а мне другим вот в том всероссийский центр исследования общественного мнения удивил здесь стоит только упомянуть алла борисовна пугачёва каком сюжете как возникают вопросы в комментариях кому она нужна и все уже забыли ну и конечно масса хейта особенно в контексте того что она просила признать и на ген там след за максимом галкиным ее мужем но песня совсем не они а как раз об этом зала общественное мнение второе место там полина гагарина только круче 14 процентов опрошенных проголосовал за нее 8 процентов за пугачёва который опередил и земфиру и валерию не говоря уже об остальных овцом настаивает что погрешность там может быть не более двух процентов второе место это при том что краски лет десять назад мне говорил что у нее четверть века уже нет ни одного хита не за феномен загадка непонятную почему она столь любима попадает в какой-то архетип не знаю не знаю мне в общем то никогда не нравилось но и раздражение не вызывало вот среди певцов опрос про певцов когда спрашивали этих респондентов то они на первое место вывели казманова он и киркорова опередил и басковым тоже удивительно вот меня просто вопрос один возникает если вы спрашивали про юмористов на каком бы месте оказался максим галкин при этом раскладе но от страны вот с пугачёвой это объясните мне такую вещь не хочу трогать этого нет вот несколько по саму пугачёва сколько вот они же одновременно с ротару да вот ну подымались стали известны ротару не пиарится совсем выступает по всей стране пугачёва ничего не пишет и в общем то выступает очень мало но она все время на слуху это же разные вещи это же не имеет уже отношения к музыке то есть она персонаж естественно там есть феномен такой вот ну и персонажа я не говорю что это плохо но это не музыка это тоже шоу-бизнес но не музыка так может быть сейчас вообще нету музыки может сейчас вообще время так мне кажется выйди замуж за киркорова она встала на путь она ушла с музыкального и стала на путь леди гаги своего рода ну да то есть вот это нехорошая мысль отлично это это так и пошло потому что после этого я тяжело будет складываться ваша судьба я вам хочу сказать что пугачёва для меня это человек который который для меня он в пластинках он в песнях я сейчас могу сказать там 75 год там 6 могу путать но это орликина потом это потом мы это потом 80-е годы николаевский период айсберг потом чернавский белая дверь потом потом где-то кузьмин вот эти вот периоды каждый период этой жизни каждый период он приходил к нам с песнями с песнями которые остаются памяти наверно до конца нашей жизни мы их не забудь вы не забудете паромщика айсберга может измениться ваше отношение к этим песням но вы их уже не забудете а А потом вот в этот период, когда произошла вот эта случка, мне кажется, закончился период вот жизни, который дает нам песни, которые мы на всю жизнь. Все, больше нет. Ну, вы ведь при этом... Позови меня с собой. Да. Все. Я понимаю, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Насчет денег. Вот про собственные расходы неохотно говорим. А вот я читаю интервью, и там про Стаса Михайлова сказано, что он в пору своей раскрутки заносил на одну из радиостанций полтора миллиона долларов. В течение двух лет. Каждый год по полтора миллиона или полтора миллиона? Я знаю, что это за два года. Полтора миллиона долларов на радиостанцию? Только на одну радиостанцию. Так. Это он вложился и... Это вложились за него. Сейчас занимается, держит купоны. Хорошо. А это, в принципе, экстраординарные цифры? Это экстраординарные цифры, да. То есть обычно денег гораздо меньше заносит. Обычно просто никто такие количества денег не вкладывает, потому что, ну, вкладывают, допустим, там, какую-то песню раскрутить, скажем, там, трех-четырехмесячную ротацию. Конечно, это все другие деньги выходят. Но Стас Михайлов решил поразить всех. Видимо, был хороший очень спонсор. Это успешный проект или сейчас он уже отработан? Безусловно, денег собрали они очень много. То есть это... Они это кто? В смысле его команда? Ну, то есть Стас Михайлов и компани. То есть я знаю, как бы, менеджмент там, который занимался. Это очень, очень большие деньги. То есть это деньги, которые, ну, думаю, что ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин вместе даже за год только не зарабатывают. Это очень большие деньги. Это деньги, поставимые, сконорарами очень серьезного зарубежного исполнителя, который приезжает и вычесывает страну. Ну, как будто не страну, а как будто мир он вычесывает. Потому что тотальные сборы в Сочи, когда люди снимают кассу там по 3-5 миллионов рублей с одного концерта, это очень большие деньги. Вот на этом месте недавно сидел Андрей Разин и говорил, что Пугачева, Киркоров, это все нищеброды по сравнению с ним Разином. Что Ласковый Май, это реально богача. Ну, я не знаю, просто, ну, по тем временам... Нет, вот он про нынешнюю ситуацию говорил. Я думаю, что нет, но он шутит. Я думаю, что он шутит. Вы все шутите, а нам ведь про простым людям очень сложно понять, когда вы шутите. Андрей Разинский юморист, он хороший парень, и я считаю, что то, что он сотворил в свое время, это было просто гениально. Он настоящий продюсер, да? Он настоящий продюсер, он знает, да. Я знаю все его попытки сегодняшние продюсировать, потому что он обращался иногда к моему партнеру, Кему Брейдбургу, за песнями. Ну, я думаю, что сегодня, конечно, он уже просто персоны, как бы, раскручены, но не более того. Ну, я уверен, что вот эти их нынешние разборки с Барри Алибасовым, это просто сговор, они просто пиарятся. Друг друга пиарят. Вот эти низкие друг друга там по несколько миллионов долларов, не верю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24. Отель в Сочи в одном из телеэфиров недавно слышал про 60 человек-прислуги, каждым которым покупается квартира, если они 5 лет. Работают люди, получается. Отработали. Откуда деньги? Так еще деньги с Ласкового Мая. Мы единственная группа, кто задекларировали свои доходы. Ни Пугачева, ни Ротару, никто. То, а именно Ласковый Май, есть решение суда, вступившего в законную силу в 2005 году, где мы посчитали и перед Министерством по налогам и сборам отчитали за свои доходы за прошлые годы. И наша прибыль на 1992 год составила 32 миллиона советских рублей, когда доллар стоил 60 копеек. Поэтому мы декларированы на огромную сумму денег, которую мы вложили в недвижимость. И мне просто смешно, когда там какие-то журналы называют Стаса Михайлова самым богатым, Пугачеву. Ну, мне просто смешно, потому что недвижимость, которая сегодня у нас есть с Юрой Штановым, она оценивается в 890 миллионов долларов. И их эти гроши 5-миллионные и 20-миллионные, они даже рядом не стояли возле наших денег. Потом, вы понимаете, мы 25 лет богатые. Мы 25 лет, мы уже имели в 89-м году свой самолет Як-40, Чайки, Зилы. У Шатунова была своя личная Чайка ГАЗ-13, на которой Гагарина встречали, Хрущев встречал. Поэтому, что нам перед ними, это самое, мы уже давно пенсионеры в денежном плане. Поэтому мы не паримся на эти дела. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.